Привет, мои дорогие! Вы меня просили в предыдущем моем видео с конфетками, чтобы я показала, как я делала ту радугу, которую я начала тогда делать. И, собственно, пришло время, и я думаю, я вам готова показать уже конечный результат, что у меня получилось. Это еще не радуга на тортике, тортик у меня будет только вот через пару дней, но конфета прекрасно будет лежать. Вы видите, пролежала у меня эта конфета, ну, наверное, дня 4-5. Она абсолютно у меня не прилипла к пакетику внутри, то есть она не липкая, не стала. Я не знаю, почему мне многие пишут, что у них липнут конфеты. Скорее всего, это именно влажность воздуха в квартире. У меня в квартире, во-первых, сухо, во-вторых, я упаковываю в пакет для того, чтобы лишняя влага не попадала. Конфета абсолютно не липкая. Понятно, если долго держать ее в руках, как бы она начинает липнуть. Но если вот так вот гладить, то есть она абсолютно не липкая. Я ее буду ставить вот так вот на шпажках тортик. Ну и сейчас давайте покажу, как я ее буду доделывать. Сейчас вот на этапе я вот добавляю лимонную кислоту в свою карамель. Я ее уже сняла с огня, довела до температуры 140 градусов, сняла с огня. Рецепт карамели я оставлю вам внизу в описании. И о том, как я ее варила, я уже показывала в видео с леденцами. Кто не видел, можете посмотреть. Я начинаю разливать. Вы видите, я в этот раз варила полностью карамель на инвертном сиропе. И она у меня получилась вот такая вот прям темная. В этот раз инвертный сироп был темный. Я его немножечко переварила. И карамель вот такая вот темная. Лучше было бы мне в этот раз, наверное, варить на патоке. Потому что у меня здесь будут синие цвета, и они у меня немножечко начали отдавать зеленцой за счет того, что карамель моя желтая. Поэтому вы учитывайте этот момент. У меня остались там цвета как бы голубой, фиолетовый и синий. Я добавляю капельку голубого красителя в одну лужицу. А самая большая лужица у меня пойдет на конфеты, которые я тоже покажу, как буду делать. Это у меня вот пастообразный наш украинский краситель темно-синий. Его добавляю во вторую лужицу. Я просто зубочисткой туда вмешала. Здесь прекрасно растворяются водорастворимые красители. В принципе, можно использовать даже порошковые. Но не те, которые с сахаром внутри. То есть он может остаться крупинками вашей карамели. Добавляю фиолетовый, но как-то он мне не нравится здесь в оттенке. Поэтому придется добавить еще в него капельку красного оттенка. Потому что он какой-то чересчурчемный здесь получается у меня. Сама по себе задумка очень интересная получается. Именно радуга из карамели. То есть это не мастика. Это, я не знаю, ну очень должно быть прикольно. В принципе, потом даже в конце разломать. Детки, я думаю, с удовольствием начнут топтать именно конфеты. Оставляю свою карамель, которая должна немножечко схватиться. Заметьте, у меня этот коврик не деформируется от температуры. Как многие коврики. Этот коврик, как и многое другое, я заказывала из Китая. Вы мне в предыдущих видео очень часто писали по поводу цены китайские, всякие продукты и прочее. Я вам хочу сказать, что я уже очень давным-давно знакома с сервисами кэшбэк. Очень много их опробовала. И сейчас работаю с одним сервисом. Он реально сочетает в себе более 900 магазинам. То есть, скидки получаются где-то на некоторых магазинах даже до 50%. То есть, есть такие магазины, у которых даже 50% скидка получается. Реально выплата потом хоть на телефон, хоть на банковскую карту. То есть, кто не в курсе, я уверена, что вы должны попробовать. Это очень интересно, потому что я, допустим, с Китая заказываю очень часто. А там и китайские магазины, и, в принципе, и наши украинские, и русские магазины на этом сайте есть. То есть, обязательно посмотрите. Я вам ссылочку на этот сервис оставлю в описании под видео. Перейдите и просто почитайте. Я уверена, что вам понравится данная идея возврата денег. Посмотрите, я за это время, у меня кармель начала немножечко застывать. И я ее собираю в такие, как клубочки. Просто собираю до кучи. Она еще довольно горячая для того, чтобы с нее лепить. Но я ее уже вот так вот собрала. Перекатываю, чтобы она мне не мешала просто. Первый цвет, который я буду использовать, у меня должен был быть синий. Но я смотрю, что реально у меня он начинает отдавать зеленцом. Поэтому я хочу вытянуть этот цвет побольше. Остальные цвета я не особо вытягивала. Хотела, чтобы они были прозрачные, а не перламутровые внутри. А этот хочу вытянуть побольше, потому что, вы видите, сейчас он именно отдает зеленцой. То есть, мне такой результат не очень нужен. Зеленый цвет у меня уже там есть. Мне нужно получить голубенький. Я скажу, у меня даже не совсем получится голубенький. Но у меня как бы бирюзовый получится немножечко. Но я стараюсь вытягиваю. Вы видите, скручиваю, растягиваю. Сейчас, пока карамель еще горячая, с ней очень легко так вытягивать и работать. Она становится вот перламутровая, такая красивая. Я вам здесь несколько вариантов покажу, что можно сделать из карамели. Не только карамельную радугу. Мы сейчас вот наварили карамель. Здесь можно и радугу, и все, что угодно надеть. У меня еще куча конфет отсюда получится. Можно всякие розы из карамели накрутить. То есть, идея море. Карамель такая очень интересная вещь. Смотрите, у меня вот уже получился такой прям голубенький оттенок. Перламутрово-голубенький. Убираю, чтобы мне здесь не мешало. И раскатываю как бы в основном срединку до той толщины, которая мне нужна. Подкладываю срединку, и остальную часть я растягиваю и дотягиваю до той толщины, которая мне нужна. Я вам на следующие полосочки покажу поближе, поподробнее расскажу об этом. Клеить ни на что не нужно. Вы видите, она прекрасно пристает без проблем вообще. Здесь удобно либо ножиком вот так вот отрубить, либо просто ножницами отрезать. Очень удобно, кстати, ножницами работать с карамелью. Не нужны никакие особенные ножницы, самые обычные, самые простые, острые ножницы вам подойдут. Чуть-чуть подравниваю там, где мне нужно. Прекрасно, если у вас не получится там лишних таких горбочков, вы довольно равномерно растянете свою полосочку из карамели. Из остатков карамели можно сделать, я не знаю, всевозможные розочки. Посмотрите, из остатка я беру, просто вытягиваю произвольный лепесточек, вот сделаю серединку, такой конус и начинаю обкручивать этим лепесточком. Опять вытягиваю следующий лепесточек, тоненький, произвольно. Отрезаю его ножницами и опять его вокруг оборачиваю. И низ, который получается корявенький, можно ножничками, пока она еще мягкая, прекрасно обрезать. Так можно очень красивые, большие прям розы, есть профессионально люди крутят. Если вам именно нужно крутить розы, вы наварили карамели и боитесь, что она будет застывать, прекрасно, если у вас есть что-то типа УФО. Вот, я не знаю, как правильно называются эти обогреватели. То есть, вы его ставите сверху и можете, в принципе, долго работать с карамелью, она у вас не будет застывать так быстро. Я не буду дальше показывать, как крутить розы, потому что из другой части я буду делать карамельные конфеты. Смотрите, на другой полосочке я вам хочу показать уже чуть-чуть подробнее. Вы видите, я приклеила центр, остальная часть у меня более толстая. Я приклеиваю и протягиваю, поднимаю вверх и протягиваю. Карамель именно тянут, ее не раскатывают, ее именно тянут в основном. И вот так вот у меня уже получается почти все. Еще один цвет у меня остался. Подрезаю ножиком лишнее. Низ этой карамельной радуги я буду покрывать шоколадом, потому что я его буду вставлять в тортик. И на всякий случай, чтобы не было никакого контакта с влагой, я буду покрывать шоколадом. Кстати, вот опять для карамельных конфет, просто скручиваю, неважно какую трубочку, я могла просто одну часть карамели обкрутить другой. То есть, буду делать, покажу вам, как я делаю карамельные конфеты. И вот последний мой цвет, тоже он получился такой перламутровый, я бы не сказала, что он прям видно на свету такой прям фиолетовый. Но он фиолетовый. Просто здесь именно свет так отдает у меня. Стараюсь немножечко подровнять середину. И смотрите, я беру шпажку, в этот раз у меня длинная шпажка, для того, чтобы она у меня хорошо, эта радуга стояла в тортике. И я ее вкручиваю, пока у меня карамель еще мягкая. Вкручиваю, подправляю, чтобы... И вот точно так же в другую сторону. Вот получилась моя радуга, она еще мягкая, поэтому я ее отставлю, для того, чтобы она у меня стабилизировалась и карамель у меня уже приготовилась. Смотрите, покажу сейчас, как я делаю карамельные конфеты из остатков. И дети ваши полюбят эти карамельные конфеты, и вы знаете, что сюда входит, не боитесь их давать, допустим. Их можно делать без красителей, если вы хотите. То есть, полет фантазии. Я хочу обернуть сейчас, хотела приклеить вначале, сделать как бы три цвета вместе. Я сейчас делаю именно рисунок в срединке конфеты. Ну, решила просто обернуть вот так вот, другим цветом. И этот цвет не хочу, чтобы он у меня был такой желтый, а краситель я в него не добавляла, вы видели. Можно было добавить немножечко белого красителя. А если вы будете варить карамель на патоке, она у вас будет прозрачная, и вы когда вытянете, она будет идеально белая, перламутровая. А у меня такая, вы видите, немножечко с карамельным оттенком, за счет инвертного сиропа. Но я вытягиваю, получается вот такая вот карамельная красота. И я ее растягиваю. Я хочу обернуть в нее вот эту вот свою трубочку, которая у меня получилась из разных цветов. Оборачиваю. И хорошенько прижимаю, так приклеиваю. Вот сейчас я ее прокатаю, но именно хорошо прижимаю к столу, для того, чтобы у меня все склеилось и внутри стало все плотно. А теперь смотрите, все очень-очень просто и очень-очень быстро. Я растягиваю до нужной толщины, беру вот такой вот секатор и просто именно рублю, быстро рублю. Если вы будете резать, они у вас начнут как подушечками такими становиться, а я именно быстро рублю. К сожалению, у меня опыта по нарезанию конфет нет, и я все-таки не машина, поэтому они у меня получаются одна чуть короче, другая чуть длиннее. Но если я думаю набить руку, можно в принципе делать конфеты идеально, что они будут одинакового размера у вас. Вы видите, я просто растягиваю и рублю, и у вас куча конфет получилась. Понятное дело, что хранить их в куче у вас не получится, потому что они склеятся друг к дружке. Их можно как бы в пленку замотать по отдельности, для того, чтобы они не склеивались. Если вдруг у вас некоторые не получились, или они корявенько срезаны, так как вам не нравится, пока они мягкие, можно скрутить еще вот такие вот конфетные шарики тоже. Какая разница, конфеты у вас будут круглые, рубленые, квадратные. Если у вас есть куча времени, можно сделать совершенно другой рисунок, там и вишенки, и апельсинки внутри карамели. Может быть, я как-нибудь вам покажу, как-то я делала апельсинку внутри карамели. Если где-то что-то склеилось, вы видите, я именно цокаю ножиком, либо секатором, и они отпадают. Так не тяните, карамель еще мягкая, и они у вас повредятся. А вот именно вот поддеваю их железным чем-то, и они хорошо отходят друг от дружки. И все, теперь их можно завернуть по отдельности, и у вас целая куча вот гора конфет у меня получилась. Просто гора конфет. И это все буквально с 200 грамм сахара у меня получилась. И радуга, и вот куча конфет. Надеюсь, вам понравился этот рецепт, эта идея. Обязательно ставьте пальчики вверх, делитесь этим видео с друзьями. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.